Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Кулинарная миниатюра очень привлекательное направление. И как же обойтись без вкусных сочных фруктов. Поэтому в этом видео я покажу как сделать фруктовую колбаску киви. Но сначала нужно вдохновиться. Можно взять настоящий киви разрезать и посмотреть как же он устроен. А можно найти красочные яркие сочные фотографии этого аппетитного фрукта. В работе я буду использовать 4 цвета полимерной глины. Зеленый, желтый, белый и черный. А также мне понадобится скалка, чтобы раскатывать тонкие пласты. Приступаем к работе. Зеленый цвет киви очень яркий, солнечный, насыщенный. И даже ближе к салатовому оттенку, чем к какому-то травяному зеленому. Поэтому я смешиваю зеленый с желтым цветом. Хорошо перемешиваю эти цвета, чтобы получилась однородная масса. Без разводов и различных проживок. Также мне понадобится очень светлый, бледно-желтый цвет. Поэтому я смешиваю кусочек белой пластики с небольшим кусочком желтого. Также тщательно перемешиваю до однородного состояния, чтобы масса получилась однотонная. Из двух получившихся цветов я буду делать мякоть фрукта. Для этого я раскатываю эти цвета в пласты одинаковой толщины. У меня это пласты толщиной примерно 3 миллиметра. И из них необходимо будет сделать плавный переход цвета. Для этого я вырезаю из желтого и зеленого цветов прямоугольные треугольники. И складываю их вместе, чтобы получился прямоугольник. Диагональ делит этот прямоугольник на два цвета. Хорошенечко слепляю эти слои между собой. И чуть-чуть вытягиваю, раскатываю этот прямоугольник в длину. После этого складываю пополам. И опять раскатываю, вытягиваю в этом же направлении. После чего опять складываю пополам. И вытягиваю, раскатываю в длину. После этого опять складываю пополам. Затем опять и опять. Очень важно складывать прямоугольник всегда в одном направлении, иначе не получится плавного перехода цвета. Постепенно на прямоугольнике начнут появляться полоски, которые уже скажут о том, что плавный переход цвета получается. Нужно складывать и раскатывать до тех пор, пока не получится плавный переход цвета от зеленого к желтому. В результате многократного складывания и раскатывания у меня получается пласт с плавным переходом цвета от зеленого к желтому. Такой переход цвета свойственен и фрукту. К центру он более светлый, а к краю более темный. Этот пласт я складываю в блок. Хорошо сжимаю, утрамбовываю, чтобы получился в результате лепесток. С одного края этот лепесток желтый, с другого края зеленый. И с желтой стороны этот лепесточек нужно сделать потоньше. Получается блок с формой капельки, если посмотреть на него сверху. Теперь беру кусочек зеленой пластики, того зеленого, который смешан с желтым. Раскатываю до толщины примерно 3-4 миллиметра. И вырезаю из него прямоугольничек по толщине блока лепесточка. Беру черный цвет и катаю из него колбаску. А теперь обратите внимание, как именно я положила эти черные колбаски. Это будущие косточки киви. Я положила две колбаски на одну половину зеленого прямоугольника. И затем свернула этот прямоугольник пополам и накрыла эти две колбаски. А между колбасками я положила зелененькую полосочку, чтобы они не слились воедино. Я еще немножечко вытягиваю лепесточек с переходом цвета и делаю в нем надрез. Я не режу его пополам, я делаю в нем именно надрез. И в этот надрез я вставляю зеленый прямоугольник с двумя черными колбасками-косточками. Теперь этот получившийся блок нужно вытянуть до очень-очень длинной толщины. Как вытягиваются колбаски я уже много раз показывала в своих мастер-классах. У меня получилась вот такая длиннющая колбаса. Это все части будущего киви. Эту колбасу я нарезаю на множество частей по 2 см в длину. Сколько именно частей будет не важно. Главное, чтобы эта колбаса была тоненькой узенькой волоской. Теперь все эти части я соединяю вместе. Таким образом, чтобы светлая сторона колбаски, желтая часть смотрела внутрь, а темно-зеленая часть смотрела наружу. Беру остатки светло-желтой пластики, катаю из него колбаску толстенькую для центра. Помещаю в центр киви, отрезаю все лишнее и утрамбовываю эту колбаску. Я не хочу делать коричневую кожуру. Мне кажется, что для этой колбаски это будет смотреться немножечко грубовато. Тем более, в будущем, когда я буду использовать эту колбаску на тортиках, коричневая кожура на тортике будет смотреться странно. Поэтому я хочу обернуть эту колбаску в темно-зеленый цвет. Я раскатываю темно-зеленый цвет в тонкую полоску толщиной примерно 1 мм. И оборачиваю киви в этот темно-зеленый цвет. А дальше необходимо ужать фрукт. Ужатие идет, как обычно, от центра к краю. Я ставлю колбаску на рабочую поверхность рисунком вверх, формирую на нем такую талию, а затем поджимаю и края колбаски. Разравниваю и так далее. Немножечко сужаю в центре, затем по краям. Колбаска становится более пластичной, ее легче становится ужать, и она постепенно будет вытягиваться. Я не катаю колбаску по поверхности, потому что рисунок внутри может немножечко закрутиться. Я ужимаю колбасу именно в руках. Можно покатать колбаску, чтобы ее немножечко подровнять, чтобы она не осталась корявой. И эту колбаску можно раскатать до какой угодно толщины. Можно оставить ее побольше и сделать из нее бусинки. А можно раскатать до очень тоненькой колбаски и сделать из нее детали для кулинарной миниатюры. Режу колбаску пополам и у меня получается киви. Конечно же, это не самый простой способ изготовления колбаски с рисунком киви. Но мне кажется, что этот способ наиболее реалистичный. Мне кажется, что такая колбаска выглядит реалистичной, декоративной, аккуратной и красивой одновременно. Желаю вам творческих успехов и вдохновения и множества фруктовых проектов. Ведь впереди лето. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы. До новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok